МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационного канала Севастополя новости. В студии Наталья Двойцина. Смотрите в этом выпуске. Профессиональный праздник в Севастополе честовали строителей. Взорвали спустя 70 лет. Пиротехники уничтожили три немецкие авиационные бомбы. Дню физкультурника посвящается. В спортклубе Черноморского флота стартовал ежегодный всероссийский турнир по волейболу среди ветеранов. Нельзя говорить в прошедшем времени. Губернатор Севастополя Сергей Миняйло раскритиковал работу руководителя департамента архитектуры и градостроительства Алексея Брусенцева за промедление с реализацией программы расселения из аварийного и ветхого жилья. Неспешную работу по демонтажу незаконных рекламных конструкций и отсутствие эскизов клумб на центральном городском кольце. Переселение из ветхого аварийного жилья. Мы на сегодняшний день нашли 190 квартир. Подготовлена документация. Соответственно, 10 числа уже мы на конкурс выйдем. Когда будет подписан договор? Мы идем по 44-му ФЗ, соответственно, через 40 дней будет подписан договор. А почему? У нас же есть упрощенный вариант. Нам правительство Российской Федерации, точнее, Государственная Дома продвила или отложила срок действия 44-го закону до 1 января следующего года. Почему мы затягиваем? Меня перспективы мало интересуют. Меня интересуют конкретные результаты этой деятельности. И я вас хочу предупредить, что если мы идем по 44-му закону, то мы можем не выполнить программу переселения из-за аварийного жилья. Поэтому вы несете персональную ответственность за это. Имейте это в виду. Второй вопрос. Меня интересует, что же у нас делается с рекламой. Моих возмущений предела нет. По демонтажу рекламных конструкций мы вывесили на сайте правительства график и уведомили о том, что мы будем сносить данные рекламные конструкции. У нас сносом данных рекламных конструкций занимает СевАвтодор. Почему тогда до сих пор? Это вопрос незакрыто не решен. Дальше. Концертные баннеры висят. Мы что, не знаем организаторов концертов? Ну как мы организаторов концертов знаем? Мы только можем узнать, где происходит этот концерт. На баннере написаны телефоны. Мы говорили о том, что есть перечень бизнесменов, которые имеют свой бизнес по большому кольцу, в других местах. Почему до сих пор еще они не приглашены на комиссию? Почему им не определены параметры содержания? Татуаров рядом с на противных магазинов. Фасадов. У меня чувство возникает, что вы специально затягиваете эти мероприятия. Там еще ряд должностных лиц. Говорю. Я специально не затягиваю эти мероприятия. Я специально делаю для того, чтобы это было в рамках правового поля. А мы не должны нарушать закон, но пригласить соответствующего бизнесмена, который имеет свой магазин и поставить ему определенные условия по содержанию рекламы, которые у него есть на фасаде, тротуара, дверей, входа. Неверять надо еще вчера. А по рекламе я вас предупредил. Начинайте хоть в ночь сегодня, хоть вчера начинайте, хоть завтра. Но я утром объезжаю город, смотрю и делаю выводы. Еще один вопрос. Меня интересуют наши круги. Где эскиз или паспорт этих кругов? Это площадь Лазарева и площадь Ушакова. Эскизы, они подготовлены? Значит, это опять будущее время. Я вам уже несколько недель подряд говорю, эскизы мне на стол для утверждения, чтобы я увидел, какие они будут. Завтра. Я пошел у вас на поводу. Кроме негатива, ничего не получил от жителей города. Возьмите на контроль выполнение моих поручений. Есть. Что нужно для того, чтобы эти поручения выполнить, вы скажите. Во второе воскресенье августа строители отметят свой профессиональный праздник. Накануне даты в Центре культуры и искусства провели торжественное собрание. Тружеников в этой сфере поздравили губернатор города Сергей Миняйло, представители профильного ведомства и комиссии. Сегодня в строительной отрасли Севастополя задействовано 300 компаний и около 30 тысяч специалистов. На их плечах лежит возведение социально значимых учреждений города и сельской зоны, реконструкция объектов культурного значения. В регионе действует профильная программа, рассчитанная на 5 лет, согласно которой уже в этом году запланирована закладка ТЭЦ и газового коллектора. Кроме того, возобновится строительство очистных сооружений, начатое еще в советское время. На это, по словам Сергея Миняйло, правительство России уже выделило средства. Самое главное и самый большой социальный объект, который наши строители будут строить, это доступное жилье. Доступное жилье для Севастополя. На сегодняшний момент у нас более 10 тысяч человек, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это, скажем так, это те, которые живут без паркера на улице. К сожалению, это так. Поэтому вопросы переселения из аварийного жилья, я подчеркиваю, у нас без паркера, более 10 тысяч, у нас есть еще огромное количество аварийного и ветхого жилья, которые идут под программу переселения. И это опять ваше отравление работы. Когда рассматриваются регионы, то первый показатель, то, что смотрят, это ввод объекта в эксплуатацию и в первую очередь жилье. Если в регионе строится жилье, значит регион процветает, в регионе все хорошо. Если жилье не вводится, то, соответственно, делают правильные, наверное, выводы. Лучших работников отрасли от мастеров отделочных работ до архитекторов и проектировщиков наградили грамотами и благодарственными письмами. Завершилось мероприятие концертом творческих коллективов Севастополя. Напомним, День строителя отмечается каждое второе воскресенье августа. В России в этом году его отпразднуют в 60-й раз. Губернатор Севастополя Сергей Миняйлов встретился с представителями строительной фирмы, резидента свободной экономической зоны. Свои инвестиции из города Владимир компания вкладывает в Севастополь с апреля 2015 года. В автопарке компании – катки, прицепы, фреза, грузовые автомобили. На сегодняшний день специалисты активно выполняют ямочный ремонт и наносят дорожную разметку. Кроме того, в селе Штурмовое готовят земельный участок для размещения асфальтобетонной установки. В ходе встречи Сергей Миняйлов подчеркнул, правительство Севастополя и дальше планирует оказывать поддержку инвесторам, работающим на благо нашего города, и привлекать к участию в свободной экономической зоне как можно больше предприятий. Самое главное, что тенденция идет в положительной динамике. Дороги у нас больное место, вы знаете, да, поэтому мы планируем по максимуму дорожное хозяйство развернуть и привезти в соответствие. Я думаю, что потихоньку такие компании будут наращивать свои мощности здесь, в Севастополе. Мы привезли сюда технику, значит, мы планируем вообще участвовать в всевозможных программах по строительству и дорог, и ремонту дорог. На предприятии запланировано создание рабочих мест до 50 на первый период. На данный момент уже водительский состав, да, то есть вот текущие, минимально сформированные специалисты, они из числа сотрудников и жителей Севастополя. На Федюхиных высотах вновь нашлись снаряды времен Великой Отечественной, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Севастополю. На этот раз пиротехники обезвредили три фугасные авиационные бомбы немецкого производства. Вес каждой из них 50 килограммов. Опасные находки, которые пролежали в земле более 70 лет, вывезли на специальный полигон и уничтожили. МЧС предупреждает, если вы обнаружите взрывоопасный предмет, ни в коем случае не приближайтесь и тем более не прикасайтесь к нему. Одно неловкое движение может привести к трагедии. О находке сразу сообщите специалистам по телефону 101 или 112, если вы звоните с мобильного. В Севастополе ищут мужчину, который сбил подростка-велосипедиста. Как сообщает пресс-служба городского управления ГИБДД, 6 августа в 10 часов 35 минут 37-летний водитель автомобиля «ГАЗ», двигаясь по улице Вокзальная в направлении улицы Ревякина напротив дома номер 11, наехал на мальчика 14 лет. Ребенок попал в больницу с многочисленными травмами. Его состояние оценивается как тяжелое. Очевидцы в ДТП и всех, кто располагает какой-либо информацией, просят сообщить по телефону 65, 66, 60 или 102. В спортклубе Черноморского флота стартовал 23-й ежегодный всероссийский турнир по волейболу среди ветеранов. Соревнования посвящены Дню физкультурника России среди участников, как любителей этого вида спорта, моряки-черноморцы, так и профессионал-олимпийские чемпионы, чемпионы мира, заслуженные мастера спорта. За медали борются пять мужских команд, представляющие Москву, Тверь, Симферополь и Севастополь. Честь нашего города защищают два коллектива – сборная Севастополя и Черноморского флота. А среди женщин основная борьба за победу развернется между еще одной севастопольской командой, сборной Крыма и гостями из столицы страны. Традиционный турнир по волейболу финишируют 8 августа, в День физкультурника России. Мы участвуем уже 23-й раз. Ну, оно проводится, и мы практически всегда принимали участие в этом турнире. Вот. Как всегда, побеждает сильнейший, когда выигрывали, когда проигрывали. Но у нас ведь главный девиз в нашей отдушины – это главная победа, это победа над собой. Вот. Мы победили даже в эту жаркую погоду, вот, сами себя. В основном сейчас играют те, кто сумел сохранить здоровье, сумел сохранить желание играть в волейбол к этому возрасту. И просто настоящие фанаты волейбола играют. В этом выпуске все. Благодарю за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова